Наша сегодняшняя тема зовется Монады. Это такая ключевая тема, ключевой класс типов Хаскеля, который играет и важную роль в языке, и имеет некоторую встроенную поддержку, специально синтаксический сахар. Мы с вами познакомились уже с целым рядом классов типов, которые позволяют нам поднимать вычисления в контейнеры, или, говоря по-другому, поднимать вычисления в некоторое окружение. Ну вот у нас был первый класс типов функтор. Функторы позволяли нам брать некоторую чистую функцию и поднимать это вычисление на уровень контейнера. Потом мы расширили функциональность функтора и ввели аппликативные функторы. Аппликативные функторы позволили нам поднимать вычисления не только функций одного аргумента, но и функций нескольких аргументов поднимать в контейнер. Ну вот, монады — это следующий шаг на этом пути. Давайте мы познакомимся с тем, какие же объекты мы будем, с какими объектами мы будем работать здесь, с чем они отличаются от аппликативных объектов. Ну, сначала коротко расскажу план лекции. Мы познакомимся с классом типов монад, тщательно его разберем, как он устроен. У него довольно такая сложная внутренняя структура. И потом мы поговорим про двух представителей этого класса типов самых простых. Ну, точнее говоря, мы поговорим про трех представителей, потому что, когда мы будем изучать класс типов монад, мы изучим еще одного представителя совсем простого. Ну вот, собственно, и изучение монад мы продолжим на следующей и, наверное, даже на после следующей лекции. Ну, давайте приступим. Сначала поговорим, что же такое этот самый класс типов. Вот я уже сказал, что мы поднимаем вычисления в контейнеры или делаем их в некоторых окружениях. Еще иногда говорят, что у нас контейнер обеспечивает нам возможность какого-то эффекта. Ну, и вот у нас есть чистые функции, произвольная функция у Хаскеля, она может быть записана вот в таком вот виде, это ее тип. То есть все функции практически, ну, кроме тех, которые ноль аргументов имеют, они в таком виде могут быть записаны. А мы хотим расширить эти функции до вот такого вот понятия стрелки клейсли. То есть у нас аргумент функции по-прежнему произволен, а вот возвращаемое значение, оно упаковано в некоторый контейнерный тип, в некоторый однопариметрический тип, который мы теперь буквкой не F будем обозначать, а M, потому что мы двигаемся к монадам, буквка M как раз от слова монада. Ну, какие у нас могут быть контейнерные типы? Ну, нам известен, во-первых, тип Maybe. Что это за вычисление такое, если здесь вместо M стоит тип Maybe? Это вычисление, которое может завершиться неудачей. То есть либо у нас в результате вычисления возвращается что-то упакованное в коробочку Just, значение, либо возвращается Nothing. То есть это вот один из представителей. Следующий представитель — это вычисления, которые могут возвращать много результатов. Когда у нас здесь список есть, то мы можем смотреть на такое вычисление, как на то, что мы передаем туда какое-то значение типа A, а получаем либо 0 значений типа B, пустой список, либо одно значение типа B, либо несколько значений типа B. Ну, в пределе бесконечное количество тоже мы можем работать с такими объектами. То есть предыдущий случай мы можем вообще, говоря, рассматривать как частный случай этого. Просто либо 0, либо одно значение. А здесь 0, 1, 2, 3 и так далее. Мы можем не просто говорить про вычисления, которые завершаются неудачей, а говорить про вычисления, которые завершаются некоторой ошибкой, информацию о которой мы хотим передать дальше. Если мы используем контейнер Maybe в качестве контекста для нашего вычисления, то тогда мы можем просто сказать, что неудача и все. А где она произошла, от чего она произошла, мы сказать не можем. Ну вот, если мы хотим передавать какую-то дополнительную информацию об ошибке, мы можем воспользоваться типом данных Aver со связанным первым параметром. Первым параметром у нас хранится, это как бы аналог Nothing, но с некоторой информацией об ошибке. Следующий тип вычислений, которые тоже попадают под вот этот вот интерфейс. Обращайте внимание, что это очень мощный интерфейс, который позволяет фактически большую часть эффектов, которые в императивных языках реализованы на уровне движка, то есть встроены там. Здесь мы все это делаем в языке, просто описываем с помощью вот такой вот системы. Дальше можно еще интересоваться возможностью записи в лог. То есть вычисления всегда продолжаются, в отличие от предыдущего случая, но мы по ходу вычисления можем что-то записывать в лог. Окей, если мы возвращаем все время пару со связанным первым аргументом, ну обычно это строка, хотя там может быть и не строка. То есть S в большинстве случаев строка, но мы можем и что-то другое использовать. Вот тогда значение лежит во втором элементе пары, а в первом элементе пары у нас лежит некоторый строковой лог, который просто все, что туда попадает, оно записывается и по ходу вычисления у нас происходит такого рода действия. Ну ладно, я что-то на этом слайде уже долго завис. Что еще может быть? Еще может быть стрелочка связанная, функциональная. Это тоже полезный тип. Это вычисления, которые могут читать что-то из внешнего окружения. То есть мы добавляем к стрелочке B возможность обратиться к этому environment, то есть значению типа E, и оттуда что-то считать в любой момент наших вычислений. Ну наконец, это правда наш следующий лекций материал. Это работа с изменяемым состоянием. Мы можем создать вот такую вот монаду, которая будет работать хитрым образом. То есть в процессе вычислений у нас еще распределяется хранилище некоторого типа S, и по ходу вычисления мы можем в это хранилище счет записывать и оттуда что-то считывать. Ну наконец, вот вывод тоже имеет такой вот вид. Если у нас по ходу наших вычислений происходит какое-то общение с внешним миром, то для этого существует специальная монада ИО, которая упаковывает это произвольное значение AB, которое у нас как-то с внешним миром произошло взаимодействие с внешним миром, тоже в некоторую коробочку, тоже опять тот же самый интерфейс. Итак, вот мы обсудили, какие эффекты мы можем обеспечить нашим вычислением с помощью вот такого вот контейнерного типа. Ну вот теперь такие штучки называются стрелки-клесли, они у нас часто будут встречаться. Вообще обычно, конечно, про монады рассказывают с другой стороны, но я как раз рассказываю со стороны некоторой общей теории. То есть сначала мы в общем поймем, как монады устроены, а потом уже на примерах будем видеть, как ловко все получается и как с ними удобно программировать. Ну вот идея стрелки-клесли вот такого вот вычисления, я думаю, что я вам донес. И теперь давайте поговорим про ИО, монаду. У нас все предыдущие примеры, они вообще говоря, у нас там какое-то понятное значение хранится. Там либо несколько возвращаемых значений, либо какое-то внутреннее состояние для значения, а ИО, что хранить в дополнение к... ИО вообще волшебная в некотором смысле монада, она хранит некоторую переменную, которая зовется Real World. То есть она хранит окружающий мир. Мы к нему доступа не имеем, потому что это упаковано, но она хранит весь мир, который вокруг программы у нас есть. И он меняется, и там нажали на клавишу А. Это вообще не нравится в каком-то смысле состояние такое. У предыдущего тоже состояние, специально подряд перечисляют. Может состояние чистым образом выразиться, а дальше мы можем из этого чистого образа вытащить хвостики во внешний мир. Интерфейс будет тот же самый чистый, как бы монадический. Мы про монаду его будем, конечно, отдельно говорить. То есть я поэтому сейчас так вдаваться в это не буду. Это как раз с этого начнется следующая наша дирекция. А пока мы, в общем, просто посмотрели, увидели, что в этот общий интерфейс можно много чего упаковать. Хорошо, поехали. Ну, давайте теперь зададим вопросы, касающиеся того, что мы с этими вычислениями хотим, чтобы мы могли делать. Вот понятно, что хорошо, у нас есть вот такой вот вычислительный примитив. Что мы хотим уметь делать? Ну, во-первых, мы должны этот примитив уметь создавать. То есть, очевидно, мы должны уметь универсальным образом, иметь некоторый универсальный интерфейс, чтобы любое значение в контейнер вкладывать. Ну, мы знаем, у нас такое было в ампликативе, правда же? Она как раз выполняла эту самую работу. То есть здесь у нас, в общем, мы понимаем, как этот интерфейс сделать. Вот второе, это немножко более сложное, специфическое для монад. Должен быть универсальный интерфейс для того, чтобы вот такие вот вычисления соединять в некоторую цепочку. Вот фактически мы должны для стрелок Клейсли уметь задавать некоторую композицию, оператор композиции. Ну, вот вы видите, что у нас есть вычисление из B в C, вычисление из A в B, и мы должны получить вычисление из A в C. Вот такой вот оператор хотелось бы определить, но мы его не будем определять, он будет производный. Хотя можно было бы с этой стороны пойти и создать монады именно задавая вот эту вот самую операцию композиции для таких стрелок. Ну и тогда порядок, что мы можем любую цепочку выстрелить. Ну вот это то, что у нас должно быть. То есть мы должны уметь сцеплять вычисления с эффектами и должны уметь как бы инициировать эти вычисления с эффектами. У нас все вычисления возвращают нам значение, упакованное в контейнеры. Вот универсального способа выручить значение из контейнера у нас не будет. Это просто не нужно, потому что некоторый эффект просто нельзя отбросить. То есть каждый конкретный эффект можно отбросить, конечно, но своим специфическим способом. Ну вот в частности эффект взаимодействия с внешним миром вообще в Хаскеле нельзя отбросить законными, легальными способами. Раз уж мы инфицировали наши чистые функции какие-то нечистыми значениями, то это отбросить нельзя. То есть в общем случае у нас не будет такого интерфейса, поэтому в общем требований только два. А третье требование не накладывается, хотя для конкретных монад оно, конечно, можно его реализовать. Ну вот, вообще монада, понятие монады возникло в теории категории. И там, если вы почитаете определение монады, оно, если перенести его на Хаскельный язык, оно будет выглядеть вот так вот. То есть у нас был класс pointed, который имеет внутри себя функцию pull, она отвечает на первый вопрос. А вот функция join, она отвечает как раз на второй вопрос. Каким образом нам сделать цепочек его числений? Функция join выглядит довольно странно, но тем не менее она описывает для каждой монады всю ее сущность, как с ней можно работать. Смотрите, как join устроен. У нас есть некоторое значение a, упакованное в контейнер, и эта упаковка еще раз в контейнер упакована. А функция join говорит, что когда у меня есть две упаковки, то я должен уметь снимать одну упаковку. То есть это как бы вынимание значения из контейнера, но не окончательное. То есть вот такого вот быть не может у нас. Я сказал, что такое запрещено. Вынимать значения из контейнера нельзя. Однако можно сделать немножко хитрее. Вот такое вот можно делать. Вот и как раз сама сущность монад, любой монад, она вот в этом join сидит. Но мы на практике об этом немножко поговорим, о том, как связаны join с композицией стрелок к лейсли. А пока давайте вернемся к тому, как же это в Haskell сделано. И в Haskell класс монад определен следующим образом. Тут есть две функции. Первая функция зовется return. И она нам знакома. Это фактически POR. И он практически так же устроен из аппликатива. А вот вторая функция, вы ее можете встретить на логотипе языка Haskell. Она называется bind-связыватель. И вот ее я сейчас напишу, потому что все в монадах выражается именно через этот bind. Итак, функция bind, ну точнее говоря, оператор bind, конечно, он имеет следующий тип. У нас есть некоторое монадическое вычисление A, то есть нечто упакованное в контейнер A. У нас есть функция, которая представляет собой стрелку к лейсли. Ну, единственное, что аргумент совпадает с вот этим вот значением. И оператор bind связывает два монадических вычисления, это и это. Он как бы вынимает из этого значения, вызывает вот эту функцию на этом значении, ну и возвращает возвращаемое значение. То есть вот это универсальный интерфейс, его надо реализовать для каждой конкретной монады. И тогда монада будет вести себя так, как нам хотелось бы. Ну, про это я еще тоже буду говорить, пока я исключительно формально рассказываю, как все устроено. А какой слой мы взяли и применили бы второй параметр к тому, что внутри контейнера? Ну, мы сделали то, что вообще говоря, как мы говорим, в универсальном смысле незаконно, мы не можем вынимать. Но на самом деле можем, если мы внутри монадического вычисления вынули из контейнера, что такое вынули в каждом контейнере свое, вызвали эту функцию, стрелку клейсли, ну и вернули результат вызова. Ну вот этот момент, когда вынули, передали, вот это мы и будем программировать как раз. И то, как мы это опишем, и будет нам объяснять, какой эффект данная монада производит. А join, который был на предыдущем своей... А join, они выражаются через друг друга, мы на практике этим займемся. То есть, в принципе, можно разные интерфейсы написать, которые одну и ту же работу выполняют. Поэтому, как бы, поговорим про join еще до практики. Отложим, давайте сейчас сосредоточимся на этом интерфейсе, который есть. Ну вот, класс монады не имеет, класс типов монады не имеет никакого базового класса. Но это вот в том Хаскеле, который у вас стоит пока еще, это так. А начиная со следующей версии, вот сейчас вышел GHC 7.10, и там уже реализовано некоторое предложение, по которому ломалось огромное количество копий. У класса монады есть базовый класс, монады наследуют аппликативу. Там есть свои плюсы и свои минусы в этом. Я просто вас предупреждаю, что если поставить свежий Хаскель, можете увидеть там некоторые изменения. Это практически никакой код не затронет. Ну, единственное, что там кое-где придется написать инстансы аппликатива. Это так, к слову. Теперь давайте посмотрим, что еще в классе монад у нас определено. Ну, как всегда, определен такой связыватель. Всегда, когда мы в классе типов вот такого рода определяем связыватели, мы определяем такую глубинную операцию главную. Помните, у нас была там в аппликативе вот такая вот фундаментальная операция апп. А были операции такие более легковесные. Вот такая вот, например. Которые, в общем, более поверхностно что-то делали. Здесь тоже есть такая операция. Если мы посмотрим на ее сигнатуру, мы увидим, что она что делает? Она вроде бы выглядит так, как выглядело бы К со звездочкой. То есть она берет два аргумента и возвращает свой второй аргумент. Но поскольку у нас все упаковано в некоторый класс типов, то есть поскольку у нас есть контейнерный тип, здесь есть еще, возможно, некоторый эффект. То есть говорят, сначала происходит вычисление M, A, оно что-то делает. А потом возвращается M, B. То есть по значению возвращается, конечно же, B. Но первая операция может произвести некоторый эффект, который отразится на результате. То есть значение возвращается типа B, а вот какие-то контейнерные вычисления, которые происходят у нас, которые связаны с монадой, вот они могут как-то повлиять на результат. Ну как мы увидим в конкретных случаях, конечно. Этот связыватель реализуется через базовый байнд очень простым образом. Мы говорим, вызываем базовый байнд, в M происходит некоторое монадическое вычисление, его результат игнорируется, вот там как раз лямбда и с подчеркиванием говорится. Не передается ничего в эту вторую функцию. То есть вот здесь вот A сюда вроде бы передалось, но мы его игнорируем, мы просто возвращаем M, B. То есть вот такая вот идея. Ну хорошо, ладно. Значит, есть у нас такой второй связыватель, он нам иногда будет нужен, когда нам результат первого вычисления не нужен. Тут все-таки стоит немножко еще остановиться на том, что монадическое вычисление состоит из двух частей. Если мы отойдем очень далеко и перестанем видеть эти буквки M, то что у нас происходит? У нас есть функция из A в B просто какая-то. Ну и здесь есть значение типа A, функция из A в B возвращается значение типа B. То есть вот у нас есть некоторое естественное вычисление, есть значение типа A, есть функция из A в B, применяем функцию, получаем значение типа B. То есть это вот те вычисления, которые мы, собственно, будем программировать, когда будем писать цепочку вычислений в монаде. А есть еще то, что происходит за сценой. Каждый контейнер за сценой выполняет некоторую дополнительную работу. То есть вот здесь, поскольку есть контейнер, то помимо вот того, что я описал простого действия, есть еще какая-то внутриконтейнерная работа, которая что-то там делает для нас невидимо, связывая вот эту вот цепочку более сложным образом. То есть у нас есть основное вычисление идет, как будто бы никаких контейнеров нету, а сам контейнер создает некоторые эффекты, задает некоторое окружение, в котором все происходит, и задает некоторые эффекты. Ну, эффекты мы видели, мы перечисляли их на первом слайде. Вычисление, например, если maybe, то вычисление с ошибкой. Ну, с возможной ошибкой, ну и так далее. Что еще надо сказать? Еще есть некоторая функция fail. Функция fail имеет реализацию по умолчанию, и функция fail — это, в общем, некоторая функция, когда в вычислениях что-то пошло не так в монадических. Тогда она вызывается. Ну, мы ее явно можем позвать, но мы потом увидим, что есть один тонкий момент, когда эта функция вызывается. По умолчанию функция fail делает следующее. Она просто вызывает функцию error. Ей мы передаем какой-то строк, ну, обычно сообщение об ошибке, и вызывается error с это сообщение об ошибке, вычисления вообще прерываются. В подавляющем большинстве монадических вычислений у нас будет, эта функция fail будет переопределена. Ну, по естественным соображениям, потому что вылет с ошибкой — это очень плохо. Ну, вот если у нас вычисление, например, в монаде maybe будет, то понятно, что fail — это будет nothing. То есть, ну, та же ошибка, которая у нас есть по семантике, она же будет и здесь, когда какие-то проблемы в монадическом вычислении происходят. Ну, мы к fail еще вернемся. И, наконец, последнее вот из этого синтаксического структуры — монадические биндеры левоассоциативны все, то есть скобочки стоят влево. У нас будет спочек как раз связываться вот с этим биндером. Поэтому важно понимать, что они все левоассоциативны, во-первых. Во-вторых, имеют очень низкий приоритет. То есть все остальные операции, они как бы выполняются сначала, а потом уже идут биндеры. — А можете напомнить, какой тип возвращается у R? Вот функция R, она поднимает строку, возвращается, что… — А, произвольное значение. Поэтому можно куда угодно совать. Она такая как раз крайне полиморфная функция. — Это RRS с Undefined. Ну, Undefined имеет типо. У вас в домашних заданиях Undefined именно для этого там стоит. Никаких ошибок типов он не производит вообще, потому что Undefined может поставить куда угодно. Ну вот, RR применен на к строке, то тоже самое делает. RR имеет тип string, стрелочка A. Так, все про этот слайд. Поехали дальше. Ну, давайте быстренько поговорим про return. Return — это фактически PUA из аппликатив, и в общем return определен именно так же. В современном Haskell, если вы сейчас посмотрите исходный код класса Monad через Hугle, вы обнаружите, что там написано return равняется PUA по умолчанию. Ну, потому что Monad'ы наследуют аппликативу. Значит, функция return как раз позволяет нам превратить любую обычную функцию, любое обычное вычисление в стрелку к лейсли. Ну, это всегда можно сделать руками. Я здесь просто написал некоторую функцию ту к лейсли, которую, в общем, вы нигде не встретите, потому что ее руками обычно и пишут. Но, тем не менее, мы можем просто написать некоторую универсальную функцию, которая берет произвольную функцию f и превращает ее в стрелку к лейсли. Ну, следующим образом, применяем f к иксу к какому-то типу A, потом вызываем return, получаем, что этот результат упакован как раз в нашу Monad'у, потому что у return соответствующий тип. Ну, давайте его здесь подпишем. Подписали return, упаковываем результат в Monad'у, получаем значение типа mb, ну, и дальше абстрагируемся по этому аксу лямбд и икс пишем, да и все, ну, вот как бы функция стрелка к лейсли есть. Ну, вы могли бы написать ту к лейсли fx, то есть перетащить x в левую часть. Ну, тогда, в общем, наверное, даже еще проще. Ну, часто пишут так, чтобы явно показать, что мы монтируем здесь функцию. То есть применяем кафу и получается некоторая функция тоже, которая, в общем, превращает стрелку к лейсли в любое чистое вычисление. Ну, вот дальше в нижней части слайда как раз изображено, каким образом все работает ту к лейсли. Я беру ту к лейсли, применяю к косинусу, ну, у меня получается как раз поднятие косинуса в стрелку к лейсли. То есть теперь косинус уже может участвовать в монадических вычислениях полноценно. Ну, и дальше я применяю его к нулю, и тут я обнаруживаю, что у меня получается, что тип мне совершенно непонятен. То есть понятно, что будет тип дабл, это понятно, потому что косинус имеет тип дабл дабл. А в каком контейнере все это лежит? Вроде бы я применил функцию ко всем своим аргументам, но про m я ничего не знаю. И я, когда мы работаем с монадами, мы вообще кое-где вынуждены указывать типы, просто потому что, как бы, система, ну, она выведет самый общий тип монад m. Но понятно, что для любого конкретного вычисления нам нужно указать, какую монаду мы имеем в виду, в какой монаде мы хотим делать вычисление. Поэтому мы вынуждены иногда руками указывать, ну, либо тип выражения, либо очень часто просто, если мы укажем тип функции, то все под выражения выведутся. То есть мы до сих пор работали, когда мы работали Хаскеле, одним из таких преимуществ было то, что мы вообще могли не писать тип, забыть о них. Вот здесь вот о типах, когда мы пришли к монадам, о типах совсем забыть не получится, потому что получается все слишком полиморфно, и нам иногда, чтобы чего-то вычислилось, то есть надо все-таки подсказать Хаскелу, чего мы хотим. А не правда ли, что если у нас вычисления получаются настолько полиморфными, то у нас от монады ничего не зависит, и вообще говоря, нам получается монада не нужна. То есть у нас функция вообще не так от монады... Ничего в нем не меняет, там не может вызвать fail, ничего такого делать не может. Зачем нам тогда монады получаются? Монадические вычисления нам вообще нужны, мы это увидим потом. Нет, есть общие монадические функции, которые для всех монад одинаково пишутся, но выполняют некоторую полезную работу. Ну вот композиция Клисселя, например, способ сцепить вычисления монадические. От конкретной монады они, конечно, не зависят, но тем не менее, нет, ну это просто здесь такие выражения, ну вот, ладно, потом по ходу дела увидим. Я уже, ну вроде ответил на ваш вопрос, да? Да, хорошо, ладно. Вот здесь просто продемонстрировано, что в разных монадах это выражение будет вести себя совершенно по-разному. В монаде maybe она просто упакует все, понятно, что сделает в контейнер just это значение, в монаде списка она вернется на элементный список, как у нас return, собственно, и работает, потому что все через return. Ну в монаде io, про который мы пока ничего не знаем, ну вот у нас выведется в io значение. На самом деле у нас все вычисления, которые в ghajcii происходят, они неявным образом находятся в монаде io, но мы об этом так пока не знаем. Потом немножко с этим познакомимся, чуть попозже увидим, что там действительно происходит его. Ну хорошо. И наконец мы приступаем к самому главному, мы приступаем к функции bind. К функции bind мы будем подходить издалека, нам нужно очень хорошо понять, как устроен тип, на что он похож, на что он не похож. Давайте мы, во-первых, вспомним, опять применим эту метафору, отойдем очень далеко, так, чтобы все m пропали, были не видны. Ну как будто бы одна переменная. Тогда что у нас есть? У нас есть оператор доллар, помните, что он делает? Это просто оператор применения функции. Все помнят, что доллар делает, да? Да, помнят. Это просто оператор применения функции. Первым аргументом в доллар передается функция, ну левым, если его в операторном стиле использовать, а правым аргументом передается значение. Но мы можем перевернуть аргументы и просто написать flip доллар. И тогда у нас получится функция, которую я обозвал евро, которая первым аргументом принимает значение, а вторым функцию. Вот давайте посмотрим, как это все работает. Вот если мы напишем цепочку долларов, вот такую вот в примере у нас, то что произойдет? Вычисления как бы идут справа налево, то есть для того, чтобы получить 22, что вообще вычисляется там? К пятерке прибавляется двойка, потом все умножается на тройку, потом прибавляется единица. Ну то есть формально вычисления идут в другую сторону, но в общем, если мы там расставим скобки и поймем, как все действует вычислительно, то будет именно так. То есть получается 7 на 3, 21 и плюс 1, 22. А если я переставлю аргумент, то окажешь, что цепочка вычислений просто перевернется. И она пойдет в другую сторону. То есть евро работает ровно наоборот. То есть у нас берется 5, потом к нему прибавляется двойка, потом умножается на тройку, потом прибавляется единица, получается то же самое 22. Ну понятно, мы переставили аргументы. Соответственно и в длинной цепочке все тоже поменялось местами. То есть если мы хотим написать цепочку, то вот так вот работает. Конвейер вычислений развернулся. Если мы посмотрим на наш байнд, мы увидим, что у нас именно так все устроено. То есть сначала значение, а потом стрелочка. То есть наш байнд монотически работает так же, как евро. То есть вычисления идут как бы слева направо. То есть сначала чем-то инициализируем, а потом все функции написаны, они как бы последовательно применяются. Ну и я напомню, что байнд лево ассоциативен. В общем, как раз все как надо. Хорошо, хорошо. Значит, это такой совсем взгляд издалека. Теперь давайте сравним, как у нас выглядит байнд. Есть байнд перевернутый наоборот. То есть если мы переставим местами здесь аргумент. Такой оператор есть в Haskell, но вот стрелочка в другую сторону. То есть если этот оператор развернулся как бы зеркально. И у него аргументы поменены. Если мы этот перевернутый байнд сравним с фмэпом и с аппликативным аппом, мы обнаружим, что они устроены очень-очень похожи. То есть второй аргумент и возвращаемое значение это что-то упакованное в контейнер и что-то упакованное в контейнер. А первый аргумент это стрелка. Но только в случае функтора. Это просто стрелка обычная. То есть функтор поднимает стрелку в контейнер. Например, апп аппликативный берет стрелку упакованную и вызывает ее. А монологический байнд, посмотрите, что он делает. Он как бы посередке находится в каком-то смысле. Он берет стрелку клейсли. Не стрелку в контейнере, не свободную стрелку, а такую стрелку, которая берет значение и поднимает его в контейнер. Ну мы можем с помощью любых из этих трех функций делать цепочки, но цепочка в аппликативе, она как бы вся сидит в контейнере, вся цепочка функций. Цепочка в мэпе наоборот, все сидит не в контейнере. А вот монады, и это такой тоже полезный взгляд на монады, они на каждом шаге подымают в контейнер, вынимают из него, подымают, вынимают, подымают, вынимают. То есть на каждом шаге цепочки монадических вычислений у нас будет возможность вынуть значение из контейнера и опять вложить, вынуть и вложить. То есть такая вот пересборка в монаде всегда происходит, и это как раз, собственно, вот bind, он это нам и обеспечивает. То есть монады обеспечивают более богатый интерфейс, мы чуть увидим, чем аппликативы, хотя аппликативы тоже достаточно богатая штука. Ну если мы все перевернем, то у нас как бы получится обычный связыватель. Ну flip map в такой функции стандартной нет, но мы можем легко ее использовать. И вот в аппликативе тоже есть перевернутый апп. Ну все, мы всякие интерфейсные вещи обсуждали, обсуждали. И теперь, наконец, мы переходим к главному. Давайте мы после того, как класс типов мы изучили, теперь нам нужно написать реализацию этого класса типов, написать какого-то представителя для этого класса типов. Ну какого представителя мы напишем? Мы напишем самому простому представителя. Мы введем некоторый тип данных, который зовется identity. Такой тип данных есть в стандартной библиотеке. Он зовется identity, он ничего не делает. Это просто коробочка, в которой лежит значение типа A. С помощью конструктора данных, ну тип identity, это тип с одним параметром, то есть у identity. Я на доске identity буду писать большой буквы I, потому что мне лень писать длинное слово. Это у нас будет identity. Identity имеет kind. Звездочка, стрелочка, звездочка. Как раз подходящий для всего интерфейса. Он параметризован некоторым значением, которое лежит в этом контейнере. И мы с помощью конструктора identity туда вкладываем это значение, а с помощью run identity мы наоборот вынимаем значение из этой коробочки. Ну вот new type здесь как раз идеально подходит. Ну и теперь давайте напишем представителя монады для этого типа. Поскольку здесь контейнер ничего не делает, кроме как просто существует и представительствует, но написать представителя монады очень просто. Ну, во-первых, что значит return? Как упаковать какое-то значение x в коробочку identity? Ну, вызвать конструктор данных identity. Собственно, тут ничего другого сделать нельзя, но окей. Значит return написали. Второе. Как нам написать биндер для identity? Ну, тоже ничего сложного нет. Значит, какой у нас будет тип биндера? Identity A. A identity B. И возвращается identity B. То есть вот у нас есть два аргумента. Первый аргумент типа identity A. Ну и здесь мы можем просто, поскольку коробочка identity, в ней лежит какое-то значение, мы пользуемся сопоставлением с образцом и пишем, что единственный образец, который здесь может быть, это identity X. И дальше, когда я определяю биндер, то есть вот я получаю, что из этой коробочки значение довольно просто. Просто с помощью сопоставления с образцом беру и X вынимаю. Ну и дальше вторым аргументом у меня служит стрелка к лейсли. Вот она. Ну, стрелку к лейсли это функция, разобрать мы ничего не можем с помощью сопоставления с образцом. Это как раз очень хорошо, это универсально. Единственное, что мы можем здесь написать, это просто, ну, некоторая функция переменная. То есть вот эта функция связывается у меня с этой стрелкой. Это у меня коробочка. Ну и что, какой у меня результат? Что я должен сделать в конце? Что я могу здесь сделать? У меня есть значение типа A, это X. У меня есть стрелка к лейсли. A identity B. Мне нужно получить результат какой? Типа identity B. Я ничего другого не могу сделать, как мы взяли в стрелку к лейсли и применить ее к значению вынутым из identity. Все, то есть тут типы диктуют мне, что я должен сделать, ничего другого я сделать не могу. Вот мы получили некоторую монаду. То есть в стрелку к лейсли придается распакованное значение. Ну, здесь процедура распаковки очень простая. Еще раз, пока мы просто изучаем некоторую структуру. Контейнер-identity никаких интересных эффектов не производит. Он вообще никаких эффектов не производит. Именно поэтому, как бы, с помощью него я просто объясняю, как все устроено. Тут не надо ждать никакой высокой науки и никаких интересных эффектов. Мы сейчас изучаем такую низкоуровневую синтаксическую структуру всех этих вычислений. Ну, хорошо, ладно. Значит, написали представителя монады для контейнера identity, поняли, как он устроен. Теперь, оказывается, что даже такого простого контейнера достаточно, чтобы сделать довольно ловкие и интересные вещи и понять, как эти ловкие и интересные вещи устроены. Ну, для того, чтобы использовать любую монаду, нам, очевидно, полезно задать какую-то нетривиальную стрелку к лейсли. Return нам обеспечивает тривиальную стрелку к лейсли. Ну, нам хочется, чтобы еще какая-то работа выполнялась. Ну, вот я написал некоторую функцию, которая зовется wrap-and-suck, которая делает следующее. Она берет значение целочисленное, увеличивает это значение на единичку и упаковывает ее в контейнер identity. То есть это, во-первых, стрелка к лейсли, она из интеджера в identity-intedger, а во-вторых, она выполняет некоторую нетривиальную работу. Ну, вот написал я такую функцию. Теперь давайте посмотрим, как мы с этой функцией можем работать. Ну, первое, что я делаю, давайте wrap-and-suck запустим на некоторое значение, получаем монадический контейнер и можем запустить это самое вычисление с помощью функции run-identity. То есть фактически вынуть оттуда значение. Ну, вот мы видим, что если wrap-and-suck 3, что это за функция, она берет тройку, что она делает? Применяет сак, прибавляет единичку и получается четверка, лежащая в контейнере identity и run-identity вознимает нам эту четверку и предъявляет нам ее. Чудесно, это мы поняли, как мы можем пользоваться одним вызовом функции. А если мы хотим сделать цепочку вычислений, у нас для этого как раз есть байт, который мы написали. Ну, вот посмотрите, что я делаю. Я беру wrap-and-suck 3 и с помощью байндера, то есть у меня вот это имеет значение ma, ну, в данном случае identity integer. Дальше. Здесь у меня wrap-and-suck, это действительно стрелка к лейсли. Мы задали нетривиальную стрелку к лейсли. Integer, identity, integer. То есть сцепили два монадических вычислений и получили некоторое монадическое значение в результате. Ну, вот увидим, что получилась пятерка. То есть, опять же, run-identity вызывает нам монадическое вычисление, а вот эта вот цепочка, связанная биндером, она как раз описывает, что нужно посчитать. Говорится, возьми тройку, примени в wrap-and-suck и сцепи с вычислением в wrap-and-suck. В wrap-and-suck. Гуглевая начинается. Ну, вот пятерка. Могу еще раз туда прицепить wrap-and-suck. Получаю шестерку. То есть, ну, вот мы видим, что на самом деле мы можем монтировать с помощью вот этого вот биндера цепочку вычислений. Это вот та идея, которая как раз нам была очень важна. и полезна. То есть, мы хотим делать вычисления, сцепленные в некоторую цепочку. И вот, оказывается, можем... То есть, сначала инициализируем некоторым значением, а потом сцепляем, получаем следующее значение. Прицепляем следующее вычисление, получаем дальше значение. Ну, здесь я использую одну и ту же стрелку клейс-ли, но мог бы разные стрелки клейс-ли использовать. Ну, хорошо. Что мы видим? Во-первых, мы видим, что биндер действительно работает как евро. цепочки вычислений идут слева направо. То есть, у нас сначала вычисляется тройка, потом добавляется еще одна, потом следующее вызывается и так далее, и так далее. Цепочка вычислений направо, слева направо. Хорошо. Теперь давайте, имея этот пример в голове, обсудим, какие же законы должны быть у класса типов монад. Ну, вот законов этих три. И на самом деле, если бы мы излагали совсем исходя из такой, из теории категории, мы бы увидели, что на самом деле эти законы выражают, что что-то является моноидом. Но это мы на практике немножко поймем, что же здесь является моноидом. То есть, у нас должна быть левая единица, правая единица и должна быть ассоциативность. Вот, в общем, здесь, правда, это все немножко искажено, потому что эта операция не совсем моноидальная, в том смысле, что у меня левый и правый аргументы имеют разные виды. Вообще, у моноида здесь и здесь, слева и справа, должно стоять ровно один и тот же тип. Так моноиды все устроили. А здесь у меня стоят разные типы, поэтому, к сожалению, есть небольшой шум, который эту структуру моноида здесь скрывает. Но, тем не менее, вот есть три таких закона. Первый закон, давайте поговорим о его. Первые два закона выражают тривиальную природу ретерна. То есть, ретерн – это действительно простая упаковка. Если мы что-то упаковываем, какое-то значение упаковываем в монаду, а потом связываем это вычисление с некоторой стрелкой, то это то же самое, что не упаковать в монаду, а просто вызвать эту стрелку на этом самом значении а. Ну, вроде как мы именно так и понимаем. Ретерн – это некоторая упаковка, которая как бы самым простым образом упаковывает что-то в контейнер. Ну, то есть, что-то, ретерна – это значит, мы что-то запаковали, а потом здесь сразу же, чтобы вызвать бинт, мы распаковываем его немое. Вот эта упаковка и распаковка в бинде, они должны друг друга уничтожать. Так, чтобы как будто бы просто был вызов стрелки клейсля на соответствующем аргументе. Ну, это первый закон. Второй закон, он говорит следующее. Он говорит следующее. Если у нас есть некоторое монадическое вычисление, ну, обычно буквка M мы обозначаем монадическое вычисление, то есть что-то, что имеет тип MA. Это, вот в этих законах мы говорим, что M. А когда мы пишем K, это стрелка клейсля. То есть это что-то, что имеет вот такой тип MB. Ну, если какая-то другая буквка появляется, вон там X, это значит, что это просто некоторые переменные, ну, типа A или B. Вот второй закон говорит следующее, что если мы к некоторому монадическому вычислению прицепим return, то это как бы можно выбросить его, прицепленный return к монадическому вычислению. То есть, ну, посмотрите, что у нас получается. Есть некоторое что-то, упакованное в монаду, и дальше я прицепляю тривиальную стрелку клейсля. Ну, вот если я не тривиальную прицеплял, у меня это вычисление происходило. А если я тривиальную прицеплял, то что это? Ну, еще раз пройдет монадическое вычисление, еще один шаг. Но оно ничего не сделает, потому что стрелка клейсля тривиальная, она вытащит из монады изначально, а потом упакует. Ну, а return это такая упаковка. Ну, ладно, вот первые два закона, в общем, они такие выглядят разумными, должны выполняться для естественных монад, а выполняются. И самое главное, это, конечно, третий закон. С третьего закона следует все. Давайте мы на него сейчас не будем смотреть, потому что он у нас вот здесь на отдельном слайде у нас присутствует. Ну, давайте посмотрим, что говорит третий закон. А говорит он следующее. Вот давайте возьмем цепочку вычислений. Возьмем некоторую монаду, возьмем стрелку клейсля К, а стрелку клейсля К штрих. Скобки, кстати, в левой части лишние, потому что у нас монадический биндер, он левоассоциативен. То есть можно было бы их вообще не писать, но я здесь подчеркиваю, что у меня сейчас влево скобочки стоят. И возникает такой вопрос. Вот если бы я просто перенес скобки вправо, это была бы ассоциативность, но, к сожалению, это получившееся выражение плохо бы типизировалось. То есть если бы я написал вот такую вот штуку, m bind k, bind, да что же я пишу-то, bind k штрих, и вот так скобки поставил. Это было плохо, потому что здесь bind что требует? Он требует, чтобы правый аргумент был стрелкой клейсля, окей. Но левый аргумент должен быть не стрелкой клейсля, левый аргумент должен быть просто монадическим вычислением. То есть по типам не подходит. А как мне сделать так, чтобы по типам подходило? Вот если я k применю к какому-то x, стрелку клейсля, то все хорошо будет. Тогда по типам все будет подходить. Ну а дальше последнее действие, которое я что должен сделать? Я должен... x-то откуда у меня взялся? Непонятно откуда. Более того, теперь вот эта штука у меня перестала быть хорошей в отношении вот этот bind развалился у меня. К чему этот bind разводился? Да потому что здесь у меня полностью хорошо описанный bind, оба аргумента у него переданы, значит у меня вернулось mb. А мне в качестве правого аргумента байндера нужно иметь не mb, а стрелку клейсля. Ну, говорит, давайте, хорошо, давайте здесь labdx напишем. И тогда все по типам подходит. То есть в общем как бы некоторая ассоциативность у меня возникла. Вот правая часть у меня ровно возникла, она ровно так и устроена. И вот утверждает, что это для любой монады должно выполняться, это такое естественное правильное действие. Хорошо, кстати, скобки в верхней строчке, они теперь, я говорю, все лишние. Это так, мы будем применять эту штуку, мы будем этот третий закон всюду применять. Они все лишние. Первые скобки лишние по причине того, что байндер левоассоциативен, а правые скобки лишние просто потому, что лямбда продолжается направо столько, сколько это возможно. Ну вот она и продолжается до самого конца у нас. Поэтому эти скобки можно убрать. То есть вот эта замена законная, называется третий закон монад. В общем, в некотором смысле выражает ассоциативность связывания. И вот давайте посмотрим на примерах, как все это устроено. То есть, ну, run identity, это просто некоторый вызов, он отделен долларом, все вот дальше. То, что после run identity, это называется монадическим вычислением. Вот это знакомое нам вычисление, которое прибавляло к тройке единичку, один, два, три раза, и получалось шестерка. Но мы можем воспользоваться, воспользоваться вот тем законом, который там написан, и записать это вычисление по-другому. Написать wrap and suck тройка, а дальше переставить скобки и написать вот так вот. Lambda x, wrap and suck x, ну и дальше цепочка вычислений продолжит. То есть просто воспользоваться в качестве k штриха мы подставляем довольно длинное оставшееся вычисление. Но вот такой вот ход, он совершенно законен. Мы как бы просто пользуемся этим законом. Ну и мы видим, кстати, что для нашей monado identity этот закон выполняется. Ну, явочным образом. Набрали это и получили результат. Хорошо, вот теперь мы продолжаем нашу деятельность. В силу второго закона мы можем к нашей цепочке, вот go wrap 0, это просто наше вычисление, которое нам уже надоело. Начинаем wrap and suck тройке, потом в два раза wrap and suck, а потом еще прицепляем return. По второму закону это можно. Return там в самом конце совершенно законно присутствует. А дальше, дальше делаем следующее. Первую версию это просто нулевая версия, преобразованная по третьему закону класса monad. Таким образом, чтобы мы вытащили лямбды. То есть связали все правые вычисления с какой-то переменной и абстрагировались по лямбде. И вот получили функцию go wrap 1, которая тоже дает нам шестерку, конечно же. То есть вот у меня снизу вызовы этих функций, а там сверху как они устроены. Ну вот теперь уже мы близки к победе. Близки к победе. Посмотрите, мы написали return z в самом конце. Но у нас вообще говоря в том месте, где у нас стоит return, нам доступны все три переменных x, y, z, которые у нас там появились. Поэтому мы можем обращаться к x, y, y, z и возвращать что-то другое. И мы видим, что у нас внизу run identity мы запускаем, и мы возвращаем там все что угодно. И вот оказывается третий закон monad, ну вместе со вторым, который дал нам return, позволил нам сделать монадические вычисления совершенно похожими на инструкции, похожими на императивное программирование. Смотрите, что у меня происходит. Есть вычисление, каждая строчка, это некоторое монадическое вычисление. Дальше есть биндер и есть связывание. Вот x переменная связывается с первой строчкой. То есть значение x это результат вычисления первой строчки. Дальше вторая строчка, как выглядит? У нас есть некоторое вычисление, опять wrap and suck x, и результат связывается с переменной y. То есть в y лежит результат вычисления второй строчки. Wrap and suck y, третья строчка, связывается со значением z. То есть у нас каждая инструкция выглядит, как будто бы я вот так вот пишу. И x присвоит значение, ну я на Паскале на каком-то пишу, wrap and suck 3. А y присвоит значение wrap and suck x. Но подождите, это обычное императивное программирование? Ну просто не с некоторым синтаксическим шумом, конечно. Но тем не менее, как бы вот у нас каждая строчка, это некоторая инструкция. То есть вот монады как раз позволяют превратить функциональный язык в обычный императивный язык с помощью вот таких вот хитроумных ходов. И я как бы в каждой из этих строчек могу обращаться к результатам предыдущих строчек. То есть вот, хотя это некоторые чисто синтаксические такие преобразования, тем не менее, они вполне дают нам возможность писать программы в императивном стиле. При этом я не использовал никакой специфики конкретной монады identity. Я пользовался монадой identity просто для того, чтобы продемонстрировать, что монады умеют. А монады умеют, оказывается, много что. То есть мы можем связать вычисления и получить какой-то результат. Давайте еще про этот слайд поговорим, потому что дальше пойдут немножко технические подробности. А я хочу, чтобы вы хорошо прочувствовали, как здесь все устроено. Первое соображение — это некоторые метафоры, которые часто применяют, когда разговаривают о монадах. Если мы посмотрим на то, что у нас получилось, и будем смотреть на каждую строчку этой записи, как на некоторую инструкцию, и сравним это с языками программирования императивными, то мы увидим, что в императивных языках инструкция часто заканчивается точкой с запятой. То есть инструкция — точка с запятой, следующая инструкция — точка с запятой. Вот оператор bind — это в некотором смысле тоже точка с запятой, которую мы можем перегружать. То есть точка с запятой в императивном языке, она нам что говорит? Ну, как бы инструкция закончилась, вот у нас есть следующая инструкция, и есть некоторое окружение, в котором мы все вычисляем, которое статически задано, описано в стандарте данного конкретного языка. Как там исключительные ситуации обрабатываются, как там, я не знаю, еще что-то обрабатывается, как там лог можно писать, какой лог можно писать. А в хаскеле мы эту точку с запятой можем перегружать. То есть мы получаем все вычисление как некоторое выражение, разделенное точками с запятыми, которые мы наделяем конкретной семантикой в рамках конкретной монады. То есть фактически реализация оператора bind — это некоторая перегрузка точки с запятой, которая между инструкциями присутствует. Это первое соображение, о котором я хотел сказать. И второе соображение. Каждая строчка, каждая инструкция у нас типизирована. То есть если мы говорим про каждую строчку, то она всегда имеет такой вид. ma, mb, mc. То есть оно какое-то произвольное значение в каждой строчке свое, но упакованное в нашу монаду. Ну в данном случае у нас значение integer, все переменные x, y, z имеют значение integer. А каждая строчка имеет тип identity integer. То есть все строчки, которые у нас здесь есть, они имеют тип той монады, в которой происходит вычисление. Ну вот, это два наблюдения. Теперь давайте поедем немножко расширим наш синтаксис. Во-первых, у нас могут в процессе этих монадических вычислений, мы хотим вставлять иногда некоторые немонадические вычисления. То есть, ну просто ввести некоторую переменную с каким-то значением, ну возможно с вычислением. Ну вот здесь я немножко изменил, я сказал, let i равняется 3. Вместо того, чтобы тройку я вам там прописываю, я написал let in. Ясно, что мы можем в любое место здесь вставить такую, добавить такие строчки let in, и это вполне законное действие. То есть мы можем какие-то let'ы делать, если нам не хочется делать вычисления вот такого вот монадического типа, а хочется там еще по ходу дела посчитать инструкции, которые к данной монаде отношения не имеют. Тогда мы как бы пишем let. let. Ну вот в данном случае, посмотрите, у нас появилась еще переменная i в этом вычислении, ну и ввели мы эту переменную, дальше можем ей пользоваться, в том числе в return или где-то по ходу вычислений тоже. Дальше мы можем не каждую строчку связывать с переменной. То есть если нам некоторые инструкции, возвращаемые означения нас не интересуют, то есть мы должны выполнить какое-то действие. В rap and suck, помните, что делает? Прибавляет единичку. Ну вот мы, например, хотим последнее прибавление единички просто взять и проигнорировать. Тогда у нас вступает в игру вот этот вот самый оператор, облегченный bind. Он как раз ровно это и делает. Он просто связывает, помните, как он по определению был там написан, там лямбда, подчеркивание. Ну а дальше обычный bind. Ну вот можно здесь написать обычный bind, лямбда и подчеркивание, имея в виду, что мы не хотим связывать что-то с переменной. Ну а можем писать вот этот вот облегченный bind для ситуации, когда результат конкретного вычисления нам не нужен. Ну а вот у нас последнее вычисление, мы проигнорировали его результаты. Ну вот практически все мы уже сделали. То есть мы как бы видим, что мы можем очень богатым образом, фактически как хотим, так и крутить с инструкциями. И для монад, естественно, вот для этой конструкции, имеется некоторый синтаксический сахар. Этот синтаксический сахар начинается всегда с команды do. И дальше в команде do у нас есть некоторое количество монадических вычислений, так называемых, монадических выражений. Ну и вот посмотрите, как эти инструкции do рассахариваются. То есть если у нас есть два выражения expression1 и expression2 монадических, ну то есть в некоторой монаде, типа там ma и mb, например, и мы хотим эти два вычисления сцепить облегченным байндером, тогда мы просто пишем do expression1 и expression2. Если мы хотим сцепить и при этом связать результат первого вычисления с некоторой переменной p, то синтаксически это записывается вот так вот. То есть помните, что у нас, вот если на вторую строчку смотреть, такое вычисление, что означает? У нас происходит вычисление expression1, его результат связывается с переменной p, и потом эта переменная p передается во все дальнейшее монадическое вычисление, там может использоваться. ну а записывается это вот так вот в do, стрелочка влево, то есть мы пишем p, стрелочка влево, expression1 и потом expression2. Ну обычно do пишется вот так вот, do, и дальше не используется скобочки и точка с запятой, а используется правило отступа. Вот у нас есть два вычисления, и это означает следующее, что у нас, фактически помните, я вот зря стер, я писал что-то на таком псевдо-паскале, вот здесь говорит, что результат вычисления e1 положи в переменную p, то есть фактически можно считать так, p присвоит значение результата вычисления e1, то есть вот результат вычисления e1 отправляется в переменную p, которая дальше может использоваться уже. Ну и, наконец, мы можем внутри этого блока do писать любой let, let там i равняется чему-то, let i равняется 3. Это означает, что let i равняется 3, это рассахаривается в in, и все дальнейшие инструкции, которые там есть, могут использовать это самое i, то есть in опускается. А переприсваивать таким образом значение переменную мы можем, или там, или из-за того, что у нас получится... У нас получится, технически мы можем это сделать, но у нас тогда к предыдущему значению переменной доступа не будет. Но у нас, поскольку области видимости разные, да, можем одну и ту же переменную использовать, но мы понимаем, во что это рассахаривается, правильно? Мы можем во вложенной области видимости использовать переменную. То есть фактически, да, мы можем переприсваивать, но это как бы будет просто новая переменная. Ну да, буквку можем ту же самую использовать, но на самом деле это не очень нужно. По этой причине, кажется, а пища мы... Да, да, фактически. Ну нет, это как... Да, да, можно сказать, что да. По этой причине. Потому что мы в Monadio все делаем. То есть, скажем так, это согласовано с той идеей, что мы живем в Monadio. Более того, в Garstein мы и это можем использовать, обратную стрелочку. Но это тоже, в общем, на самом деле там не очень нужно. Но можно. Вот, на самом деле правило номер 2 чуть сложнее. В правиле номер 2 происходит сопоставление с образцом. Пока мы здесь используем переменную, то, в общем, все было, как я рассказал. Но мы можем здесь использовать не только переменную. Если у нас вот это монадическое вычисление возвращает нам какой-то тип, у которого есть конструкторы, то есть, скажем, если в нашем монадическом вычислении, в нашем Monadio identity, у нас некоторая функция возвращает нам, ну, я не знаю, там, maybe какой-то. Ну, у нас в Monadio вообще что угодно может лежать. Хотя это наша identity, а здесь может лежать любой тип. Ну, значит, может лежать тип, скажем, maybe. Тогда я могу здесь написать вот так вот. Just x. Ну, я могу и там написать just x, правда, в лямбдах? Это совершенно законное действие. Мы в лямбдах можем использовать конструктор. Но только один. Значит, если у нас все произошло хорошо, сопоставление с образцом, то, ну, вычисление продолжается, мы здесь можем пользоваться x в дальнейшем вычислениях. А если мне это выражение из монады вынулся nothing, тогда сопоставление с образцом произошло неудачно. Что же делать при этом? А ответ такой, в монадах и это тоже обговорено. Тогда вызывается для данной монады функция fail. Она, собственно, для этого там и присутствует. Ну, и как функция fail в нашей монаде работает, то и произойдет. То есть вот тут можно пользоваться сопоставлением с образцом. Вызывается, там все написано. Я так вам рассказываю, как будто тайну открываю. А вот E1, она же на самом деле имеет какой-то монадический тип. Да, E1 имеет тип M, вот, maybe A, например. То есть у нас все-таки монада снимается, получается? Внутри монадического вычисления эта стрелка как раз и говорит, что мы вынимаем значение из монады. Вот в наших предыдущих слайдах какой тип имели X, Y, X и Y? Они имели тип Integer. То есть у нас из монады все вынимается. Внутри монадического вычисления мы из монад все вынимаем с помощью как раз этой обратной стрелки. Мы имеем такую возможность. Но только внутри вот этого вот do, внутри монадического вычисления. Все у нас, все равно результат у нас всегда упакован в монаду. То есть внутри монады мы можем как раз делать вот это. Собственно, ради этого монада и затевает. Чтобы мы могли таким образом вынимать и опять вкладывать. Вот какая конкретная семантика вот этого внимания, вкладывания, это самое главное в монаде. И пока в той монаде, с которой мы работали, никакой там семантики нет. Просто вынимаем значение с коробочки, да и все. А вот вся содержательная монада, они как раз какую-то дополнительную семантику. Надо это работать с коробочками, навешивать. Да. Дорогой вопрос. Сейчас мы на этом слайде. Вот у нас говорили, что у лямды можно запихнуть сопоставление в областном. На первом уровне. То есть и вообще говоря, когда мы в нем начнут вычисляем, мы эту лямду так просто к чему угодно, наверное, применить не можем. То есть это сопоставление сопоставления, что в тип лямбды записывается? Я просто не очень помню. Мы можем написать вот такую вот лямбду, и мы можем сопоставление сопоставления. Например, можно написать лямбда, список x там. Ну и дальше здесь что-то происходит. Если мы сюда передадим список, ну не так, я уж там… Если мы сюда передадим одноэлементный список, все пойдет хорошо. А если мы сюда передадим пустой список или не одноэлементный, то будет сообщение об ошибке. То есть вызовется эрор? Вызовется эрор напрямую. А в монаде вызовется фейл, который по умолчанию вызывает эрор, но во всех содержательных монадах она переопределена. А типа такой лямбды такой же? И списка чего-то в… Да, это типа списка, да. Как раз когда я рассказывал про сопоставление с образцом, я сказал, что в лямбде тоже можно делать сопоставление с образцом, но в лямбде можно только один случай делать. И поэтому если у контейнера только один конструктор, все вообще хорошо, а если у контейнера много конструкторов, то вот вы рискуете здесь неполное сопоставление провести. А здесь этот риск как раз еще с помощью фейла мы его как бы используем в народном хозяйстве, чуть попозже увидим как. А как вызов фейла раскрывается вот этот сахар? То есть он может просто логически? Нет, сейчас. Конкретный монаде, конкретный фейл как-то конкретно работает. Он как-то определенный конец монаде, но в смысле… А есть фейл по умолчанию, который просто вызывает эррор, прерывая вообще совсем вычисление. То есть по сути получается, что второе правило раскрывается не совсем так, оно раскрывается в другой кон, чуть более сложный, который в случае невыдачи вызывает фейл, так? Да, 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 и тут и написано. Второе правило на самом деле сложнее. Ну и здесь писать все эти сложности я не… Это в стандарте языка написано. Откройте стандарт языка. Стандарт языка хаскала, кстати, довольно хорошо написан, там вот как раз за такими справками точными. Там точно описаны все рассахаривания. Просто я здесь как раз чуть-чуть соврал, просто для простоты, чтобы на слайд. Открываете стандарт языка, там ровно вот описано, как будет транслироваться. А вы фейла совершаете? Пошли вычисления, или они дальше продолжаются? Как вы фейл определите, так и все и пойдет. Фейл по умолчанию завершает не только цепочка вычисления, а вообще всю программу. А в терминах цикла хаскейль можно выразить вот это вот, если это поставление неудачное, то вызови одно, если удачное, то вызови другое? А, ну, видимо, можно просто не заводить функцию, которая есть там у вас поставлена. Ну там кейс, кейс, мы используем кейс. На самом деле все рассахаривается в кейс, конечно. Да, у нас все сопоставления с образцом рассахариваются в кейс, как такие вы пишете. Поэтому, да, то есть вот в коре хаскеля там только кейсы есть, никаких других сопоставлений нет. Все, да? Сезон ответов на вопросы прошел. Нет, хорошо, что вы спрашиваете, это как-то как раз меня радует. Ну вот теперь, наконец, я как бы свой go up 4, который у меня был, я превращаю в do-нотацию. Вот, посмотрите, что произошло. Значит, led лишился ина, как мы с вами разговаривали. Дальше все связывания вот эти вот длинные-длинные цепочки с большим количеством скобок. Чем длиннее у меня цепочка, тем больше скобок мне пришлось бы написать. На самом деле нет. Эти скобки вообще лишние здесь все, но как бы бог с ним. Они просто подчеркивают область видимости. Я ради этого их здесь как бы сразу видно, какая переменная, где вот там, где появилась, и дальше до конца программы, это ее область видимости. Раньше не можем использовать. Ну и в do-нотации тоже. Если мы там в первой строчке используем x, то это будет сообщение об ошибке. То есть на языке императивного программирования, там, где она у нас появилась, там она и объявляется. Раньше ей пользоваться нельзя. Ну вот, значит, дальше что? Дальше x присваивается значение wrap-and-sack и y присваивается значение wrap-and-sack x. Дальше просто вызываем wrap-and-sack y, игнорируя возвращаемое значение. Но некоторое монотическое вычисление происходит. Там что-то происходит с нашим контейнером, тем не менее. И дальше пишем return, то, что вернется у нас. То есть создаем тройку и x и y, но эта тройка, она на самом деле, почему нам return нужен? Return, он здесь, конечно, как и в обычных языках return. На самом деле return здесь чуть более, большую роль играет. Если у нас есть некоторое выражение, а мы хотим его написать в качестве строчки, нам нужно упаковать ее в нашу монаду. Помните, я говорил, что любая строчка здесь имеет тип нашей монады. Ну окей, мы можем сконструировать любое выражение, а потом написать return, это значит, что она просто упаковалась в нашу монаду. Вот, собственно, и все. То есть здесь смысл return не в том, что все это возвращается, хотя на самом деле здесь именно так все происходит. А смысл return только в том, что вот, ну как бы, некоторое выражение простым образом упаковалось в нашу монаду, чтобы по типу подходить к строчкам. Ну и вопрос такой, а какой тип всего этого выражения? Do. Да, наша монада identity от тройки integer, integer, integer. То есть назначение последней инструкции, которая присутствует там, оно определяет тип всего выражения. То есть я мог бы, кстати, стереть этот return и оставить там wrap and suck y. Была бы монада. Да, вот этот же, да. Совершенно точно. Ну вот, вот вроде как, то есть поняли мы, как устроена do-нотация внутри себя. И это пока наша монада ничего толкового не делает. Она просто вот как бы, ну с другой стороны, даже с монадой ничего толкового не делаешь, и мы превратили программирование с помощью выражений фактически в программирование с помощью инструкций. Но в голове это мы держим, что на самом деле это не что иное, как одно большое выражение, связанное вот этим вот байндером. Хотя с другой стороны, можно на это смотреть, как на последовательность инструкций, то тоже нормально. Но имея в виду, что точка с запятой определенным образом перегружена между этими инструкциями, и выполняет какую-то свою работу. А вот у нас в ритурии не может быть нескольких примеров, если учетное вернуть одно, и учетное другого. А у нас нет и фран. Ну, есть на самом деле, пока нет, но там можно использовать if. Так нет, а подождите, ну, каждая строчка, что у меня должно быть от каждой строчки требоваться? Она должна быть наша монада в и так далее. Поэтому if на самом деле есть. If там что-то там, then что-то там, else, ладно, уже скажу, что-то там. И важно, чтобы здесь у нас был ma какой-то тип, ну, тогда и здесь просто ma, ну, и все. Строчка имеет подходящий тип. Это полноценное выражение языка. Поэтому нет, в Хаскеле как раз все очень здорово, поскольку все есть выражение, то как бы выражение мы можем пихать куда угодно. То есть все это выражение имеет тип ma, а значит может быть строчка нашего, в нашей монаде. А если в одной ветке ma в другую mb, то у нас... То тогда будет просто ошибка типизации, потому что if. Ну да. If такой тип имеет, требует, чтобы обе ветки имели один и тот же тип. Ну хорошо, вот мы поняли, как монады устроены технически на примере простейшей монады, теперь мы наделим монады некоторые, уже будем работать с какими более продвинутыми монадами, которые имеют не нулевые эффекты. Ну и первое, самое простое, конечно, maybe. Значит, ну все помнят, как maybe устроен, но я напишу так, значит, maybe data maybe a равняется либо just a, либо nothing. Я вот так напишу секретным образом, чтобы длинный не писать, если вдруг мне потребуется что-то на доске написать, я буду пользоваться такими сокращениями. m это maybe большое, j это just, n это nothing. Ну вот, как нам написать представителя монады для maybe. Ну, во-первых, мы понимаем, какую мы, да, мы должны иметь в виду, конечно, всякий раз, когда мы пишем монаду, какую семантику мы хотим вкладывать. Ну, очевидно, что у нас простейшая монада обеспечивает тип исключения, то есть, пока у нас nothing не появляются, наш контейнер работает точно так же, как identity. Но иногда у нас может появиться nothing, который что должен сделать? Прервать вычисление оба. То есть, ошибка прерывает вычисление. Ну, вот такую семантику мы программируем. Оказывается, такая семантика удовлетворяет всем законам, то есть, она хорошая семантика. Что у нас тут есть? Ну, понятно, что такое return, что значит упаковать произвольное значение, в наш контейнер maybe. Ну, это значит положить это значение в just. Ну, никаких вопросов нет. Ничего другого вопроса сделать не можем. Ну, можем с nothing делать, но это тогда будет бессмысленно. Потому что нам нужно поднимать нетривиальные значения в nothing. Это же монада maybe. Хорошо. Каким образом у нас, каким образом нам написать самое главное биндер? Ну, очевидно, мы опять что можем делать? Как мы помним, у биндера слева, справа, то есть, когда мы пишем код, мы ничего не можем сделать. У нас есть некоторая функция стрелка клейсли, и функцию мы никак разбирать не можем. А вот наш тип мы разобрать можем. Наш тип имеет два конструктора, и мы для каждого конструктора должны описать поведение. Ну, и поведение описывается естественным образом. если в нашем конструкторе что-то лежит, то тогда мы просто вызываем нашу стрелку клейсли на этом что-то, что там лежит, как там и написано. Точно так же, как мы делали в монаде identity. А в противном случае, если у нас предыдущее вычисление вернуло nothing по каким-то причинам, то что мы должны сделать? Мы должны сказать, не, нас не интересует, что здесь справа, дальше. Все, если произошла ошибка, то ошибка дальше и передается. Nothing. Ну, биндер вот этот вот облегченный мы могли бы по умолчанию сделать, но можем его расписать, просто здесь то же самое расписывается. В первом случае опять разбираем наш контейнер с облегченным биндером. У облегченного биндера, помните, какой тип там? ма, стрелка, мб, мб, то есть здесь стрелок клейсли нету никаких, но почему там k стоит, я не знаю. Ладно, неважно. Стоит, ка там и стоит. Там не k надо написать, конечно, букву поменять. в облегченном биндере. Если just что-то, то мы удовлетворяемся тем, что это just и просто возвращаем вот это значение, которое здесь есть. А вот если там nothing слева стоит, то тогда мы не интересуемся, что здесь и возвращаем nothing. Вот технически, если стереть монеты, то это все похоже на коза звездочка у нас. Но на самом деле это не касса, а звездочки. На самом деле вот то, что у нас есть еще контейнер, позволяет дать дополнительную семантику. Вот вторая строчка в определении облегченного байндера, она как раз эту дополнительную семантику нам и дает. То есть мы говорим, что вычисление не продолжается nothing. Если здесь nothing, то здесь мы прекращаем все вычисления и возвращаем все равно nothing. Вот. Ну, для того мы все так и делали, чтобы на каждом шаге мы могли бы что-то проанализировать и дать ответ. Такой упрощенный байнд не дается нам по умолчанию из... Да, да, получится, конечно. Попробуйте, он там... Сейчас соображу, получится или нет. Должно получится, мы же его выражали через обычный байнд. Ну, выражали этого... О, в качестве упражнения не оставляю. Посмотрите. Хороший вопросик. Такой, получится, получится, не получится. Вот, если это не получите... Ну, и, наконец, фейл мы тоже перегружаем здесь. Но нам не нужно звать error, у нас есть свой error здесь, который как раз указывает, что что-то пошло не так. Вот мы и пишем, что возвращается nothing. Это ответ на ваш вопрос, который вы задавали. Был такой вопрос вот по поводу того, что происходит в фейле. Ответ что зададим, то и происходит. Вот здесь вот мы говорим, что фейл это ошибка, но ошибка у нас это nothing в нашей текущей семантике. То есть это не ошибка, которая прекращает все вычисления, а просто некоторый сигнал об ошибке. Вот мы говорим, что если тут сопоставление с образцом какое-то неудачно произойдет, то вместо того, чтобы вываливаться, если здесь будет какой-то образец, все произойдет неудачно, то дальше просто nothing пойдет. То есть вычисления будут продолжаться, но в том смысле, что они как бы остановятся гораздо более так элегантным образом, нежели чем если бы мы вызвали error. Ну вот. Ну и теперь что, давайте приведем примерчик. Он такой, не знаю, насколько на него надо тратить время. Не надо на него тратить время. Здесь в слайдах есть пример, который показывает, каким образом мы можем делать вычисления в монаде Maybe. Ну, придумываем стрелки к лесли, это некоторая база данных, где мы берем некоторого человека и возвращаем его родителей. То есть, есть две таблички отцы и матери, ну и соответственно, есть некоторая цепочка там конструкции. Вот есть функция getm, которая ищет mother, getf, которая ищет отца, соответственно. Это стрелки к лесли. И дальше мы можем писать всякие функции, там, найди всех бабушек, найти всех дедушек. А если чего-то не нашел, то как бы вылетаешь с ошибкой на цель. то есть, мы можем писать довольно длинные функции. Ну вот, grandmas функция, например. Мы передаем туда некоторого человека, и дальше мы можем найти его маму, потом бабушку по маме, потом папу, потом бабушку по папе, и вернуть пару бабушек. То есть, вот все бабушки возвращаются в этой функции. Здесь мы описали содержательную часть этой функции, а обработку исключительных ситуаций взяла на себя монада. То есть, если все найдется, то возвратится пара бабушек, а если где-то не найдется что-то, то возвратится сообщение об ошибке. Ну, в данном случае нахуй, потому что это простейшая монада. То есть, мы как бы разделили обработку ошибок и вычисления. Ну, для чего вообще обработка исключительных ситуаций вас на объектно-ориентированных программирования учат. Вот, мы здесь то же самое сделали, пишем вычисления, как будто бы у нас никаких исключительных ситуаций нет, а обработка занимается монадом maybe. То есть, обработка происходит за сценой вот этого исключения. Ну, и, наконец, последнее, к чему мы должны перейти, это монада списка. То есть, монада maybe, мы увидели, что, ну, да, разумная монада, давшая нам кое-что. А монада списка это одна из самых сложных монад, потому что она описывает такие вычисления, которые в обычных языках программирования. Их просто нет. То есть, семантика монады списка это вычисления с множественными результатами. То есть, у нас до сих пор у нас и в большинстве монад у нас будут просто некоторые линейные вычисления, которые как бы ну, просто какой-то еще информацию от инструкции к инструкции мы передаем с помощью монады. А список вообще удивительным образом устроен. Ну, давайте посмотрим, как мы можем написать монады списка биндер. Значит, это вычисление с нулем или большим числов результатов. Вот представитель монады для списка пишем так. Ну, во-первых, что такое return? Какое-то значение упаковать список? Ну, понятно, это у нас в аппликативе было. У нас в аппликативе, кстати, список был дважды представительного аппликатива. Как в рамках семантики каждый с каждым, и это мы здесь тоже повторяем, реализуем. И в рамках семантики с одним номером. первое с первым, второе с вторым и так далее. К сожалению, вот эта вторая семантика, она до монад не обобщается. Ну, я уж это вам доказывать, показывать не буду. Нельзя написать хорошие монады, которые бы вот эту семантику реализовывали. А каждый с каждым можно, и вот каким образом все это делается. Давайте мы посмотрим, как байнд устроим. Да, фейл, давайте сразу, чтобы не забыть, фейл, это пустой список. То есть вычисление с нулем результатов. Фактически это некоторый аналог nothing. Но вот мы сейчас увидим, как этот фейл работает. А теперь давайте перейдем к главному. Как же нам написать байнд? Ну, значит, давайте посмотрим на тип байнда. Здесь он больше не потребуется, поэтому я его сразу превращу в списочный байнд. То есть всюду, где у меня буковка M была, я напишу список. Итак, что у меня есть? У меня есть первый аргумент, это список XS, вот он, типа список А. Дальше я пишу байнд, и здесь некоторая стрелка к лейсле. В данном случае это функция, которая принимает некоторое значение, возвращает мне список. Что я могу сделать просто по типу? Как я могу написать? Я, во-первых, могу взять мой список XS, он имеет тип А, и могу взять стрелку к лейсле, вот это вот. Что у меня тогда получится? Я могу, в принципе, это функция из А в Б, это список типа А, я могу написать map мою стрелку к лейсле на XS. Ага, ну тут пробелчики. Какой тип эта штука будет иметь? Список списков, да, все, молодцы, то есть эта штука будет иметь тип список списков B. Помните, у нас джойн был такой, который позволял вот это сделать? Вот, вот, это на самом деле универсальная вещь, мы всегда можем сделать fmap, то есть взять первую стрелку к лейсле, взять здесь значение, сделать fmap и получить монаду в монаде очень легко получить. На практике посмотрим на это. Список список, нам что-то с этим нужно сделать. А что нам нужно сделать? Ну вот, смотрите, у меня здесь есть некоторый список, ну давайте скажем, этот список там 1, 2, 3. Пускай вот эта вот функция, что она делает? Она берет значение типа x и возвращает, ну я не знаю, список там x плюс 10 и x плюс 20. Пойдет такая функция, Да? Подходит. Ну вот, что я делаю? Если я эту функцию сделаю map, эту стрелку к лейсле, на этот список, что я получу? Ну давайте мы 3 сотрем, а то уже очень много будет написанина, пускай список будет за 1 и 2. Берем эту стрелку к лейсле, map, получаем что? Получаем сначала с единицы, к единице применяем, да, эту функцию, что у нас получается? 31 дальше что? Ой, почему 31? Да, 11 получали. Кто-то сказал 31, я и поверил. Единицы прибавляем десятку, правда? Потом единицы прибавляем двадцатку, получаем 21. Все, первое обработали, теперь второе. У нас семантика каждая с каждым, ну что надо, то и происходит. Значит, здесь что получается? 12 и 22. Ну вот, мы получили список списков, а нам нужно сделать список. А, так что у нас? Там все написано, что мы можем сделать? Конкат, конечно. Для списков join это и есть конкат. А функция конкат что делает? Наберет список списков, все внутренние списки просто складывает с помощью оператора пласт-пласт. Ну и в итоге мы получаем 11, 21, 12, 22. То есть вот так вот работает бинт для списков. Ну, посмотрите, у нас было здесь вычисления раздваивались и здесь вычисления раздваивались, ну и в итоге они у нас расчетверились. То есть в списках вычисления происходят каждый раз, каждый монадический шаг это некоторое размножение вычисления. Первый шаг вот так размножилось, второй шаг ну как-то размножилось, причем каждый из этих шагов как-то размножается. Ну и так далее. И при этом каждый раз с результатом происходит конкат, то есть список всегда воплощается до некоторого одного уровня. То есть здесь как бы список списков получается, но они на каждом шагу срабатывают конкат, поэтому у меня количество списков не нарастает. Если бы у нас конката не было, то у нас каждое следующее вычисление добавляло бы скобочки, ну вот как здесь. Но конкат как раз позволяет мне все сделать. Ну а вон пример внизу. Как раз вычисление в монаде списка. Что у нас есть? Список ABC и функция replicate три раза. Это как раз функция, которая принимает в качестве аргумента некоторый тип А, а возвращает список значений типа А, состоящих из трех элементов. То есть replicate три – это хорошая стрелка к лейсле, которая просто что-то утраивает. Ну вот, если вы такое вызовете над списками, то на самом деле это вычисление в монаде списка происходит. И у нас каждый элемент утраивается. ну и наконец последнее. Здесь уже все списочные действия есть. Помните, у нас было такой list comprehension выделения списков? И мы объясняли, как оно работает. Вот есть скобочки квадратные, говорит, что будет список. Дальше здесь я пишу элемент в самом начале пара x-y это то, что возвращается у нас. А дальше я пишу генераторы, которые показывают мне, откуда берется x, откуда берется y. И говорится, что правый генератор работает чаще, чем левый. В итоге у нас получается список всевозможных пар. И еще мы можем написать некоторые условия. Ну в данном случае я пишу условие x не равняется y. Это выделение списков, некоторая такая удобная синтаксическая конструкция, которая на самом деле то же самое, что вычисление в Монаде списка. То есть вот вторая лист 2 это то же самое вычисление. Посмотрите, что я делаю. Я говорю, что у меня есть вычисление в Монаде списка. Я говорю, что у меня есть список 1, 2, 3, из которых я вынимаю x. То есть в этом месте вычисление расстраивается у меня. У меня здесь нелинейные, хотя записано все линейно, Но на самом деле на каждом шаге у меня происходит разделение вычислений на столько ветвей, сколько у меня элементов в соответствующем списке. Y беру 1, 2, 3, то есть вычисление, каждое из этих расстроенных вычислений у меня расстроилось, опять у меня уже 9 результатов получается. А вот дальше посмотрите, что я пишу. Дальше мне нужно еще сказать, что X не равняется Y, то есть я диагональные элементы должен выкинуть. А как мне выкинуть диагональные элементы? Ну хорошо, я пишу, что X не равняется Y, получаю булевое значение, либо true, либо false. Дальше я пишу return. Что это означает? Это означает, что я просто это либо true, либо false упаковываю в список. То есть у меня получился одноэлементный список. Если бы я просто написал здесь return и больше ничего не писал бы слева, то у меня просто каждое вычисление продолжилось бы одноэлементным списочком. То есть вот оно продолжилось, 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 следующий шаг. При этом, если бы я не написал вот эту вот стрелочку true. Ну и у меня было по-прежнему 9 результатов, то есть никакого смысла этого return не делалось. Поскольку я здесь связываю все вот таким биндером, то у меня результат этого вычисления просто игнорируется. Я их ничем не связываю. Но я связал результат вот этого вот одноэлементного списка. Я говорю, вынь оттуда значение. Ну вроде бы как бы глупость сделал. Упаковал все в одноэлементный список булевого значения, а потом говорю, вынь из этого одноэлементного списка. Но дальше я пользуюсь сопоставлением с образцом. Потому что здесь true, это образец. Если бы я здесь написал переменную, то true либо false в эту переменную бы отправилось, и у меня как бы, ну дальше была бы переменная. Ну и что? Когда x... Давайте посмотрим. Вот это вот у меня направление какое? Это из первого списка единичка, из второго списка единичка вышло. Дальше я сравниваю. Единичка не равняется единичке? Нет, ложь. Вынулась из списка ложь, сопоставляется с истиной. Что происходит? Вызывается фейл. Как у меня фейл для списка определен? Пустой список. Значит, здесь пошел пустой список. А пустой список, он как бы говорит, дальше будет конкат, правда? И пустой список ничего не дает. То есть это как nothing, но такое. То есть эта ветка погибла из-за пустого списка. Пустой список просто губит неверно. Здесь 1, 2 не равняется. Это true. Возвращается true. Сопоставление с образцом успешно. Окей, одноэлементный список, который просто продолжил вычисление. Ну и все. Ну и в каждом конце здесь возвращается еще 1, 2, return. То есть вот список из одного элемента. Список из одной пары. 1, 2 здесь, return. Список из одной пары 1, 2. Здесь дальше список из одной пары 1, 3. Ну а дальше у меня происходит конкат всегда. Поэтому эти списки соединяются. И в итоге получается то, что нужно. То есть если равны, то прекращаются вычисления. Если не равны, то у меня возвращаются соответствующие значения. И приходим к результату. На самом деле и первое, и второе по стандарту языка Haskell при трансляции рассахариваются в третье. Любое сопоставление с образцом рассахаривается в кейс. Ну фактически вызов fail заменяется на пустой список. Поэтому там это просто как шуточка такая написано. То есть вот так вот выглядит у меня вычисление в монаде списка. То есть первое и второе это одно и то же в том смысле, что они транслируются в один и тот же результат. Монадическое вычисление. Ну да, дальше последний слайдик про отличие класса монад от аппликатива. В принципе вот те же самые вычисления, которые у нас были, мы в аппликативе записать бы не могли предыдущие. А вот это вот не могли бы записать. Посмотрите, что здесь написано. У меня из списка 1.3 у меня вынимается значение A, а второе вычисление, вычисление B, вторая инструкция в моей монаде, она говорит, что мы используем результат первого вычисления для того, чтобы управлять вторым вычислением, вторым шагом. Вот в монадах это можно делать, потому что мы результат каждого шага можем связать с переменной. А в аппликативных функторах такое было бы невозможно. То есть мы можем сцепить, возвращать всякие пары, и вот пример для аппликативных функторов у нас есть, но мы не можем в аппликативных функторах на основании одного результата управлять следующим результатом. То есть аппликативные функторы, они беднее, чем монады. Затем аппликативные функторы обладают рядом хороших свойств. Композиция аппликативных функторов, как вы помните, является аппликативным функтором. А вот композиция монад, к сожалению, не монада. Слишком богатый интерфейс предоставляет нам монада, чтобы это можно было утверждать. Поэтому нам придется кое-что, когда мы будем пытаться накрутить, взять некоторое монадическое вычисление и добавить туда и обработку ошибок, и взаимодействие с ИО, и еще чего-нибудь, нам придется каждую парочку сцеплять вручную. Это называется трансформером монад, я надеюсь, что мы до них успеем дойти. Но это нас ждет далеко впереди, пока мы еще просто знакомимся с некоторыми основами монад. И вот на этом я лекционную часть нашу сегодняшнюю заканчиваю. Вопросы? Вы в конце пишите, во что транслируется? Ну да, да, результат вычисления упаковки булевого выражения в список. Можете return заменить просто на квадратные скобочки. Это одноэлементный список. Ну вот, а дальше, поскольку биндер устроен так, что он вынимает все из списка, то он как бы вызывает. Да, это полезно на все посмотреть, на список с этой точки зрения тоже. Ну здесь биндер мы обсудили, как устроен. Вот он работает. Никакого волшебства. Ну, не все. Когда действительно этот рекурсивный перебор хорошо ложится на идею каждой с каждым, тогда очень ловко в донотации писать. Но тут надо понимать, что все списочные функции заменить на монадические невозможно. Я как раз в домашнем задании вам, у вас есть задачки на то, что легко ложится на монадический интерфейс. Но в общем, ну, можно пользоваться и тем, и тем. То есть можно легко вызывать любую внутри монадического вычисления, звать любую функцию над списком, которую вы знаете, если она монтирует то, что вам хочется. А вот когда вам нужно каждый с каждым сделать, тогда это легче внутри DOO. А вот тут мы не пишем нигде типы. Потому что у нас из-за того, что вот Хаскель смотрит на DOO, видит, что внутри мы присваиваем в X оператором стрелочка что-то, и понимаешь, что монада у нас должна быть вот для списка. Ну, Хаскель каждую строчку просто он смотрит. Присваиваем в X, он вообще не смотрит. Эта часть, она к типу не имеет отношения. Ну, то есть он говорит, просто вынимаем от того значения. То есть он смотрит, на самом деле, чтобы каждая инструкция здесь имела тип списка. А вот это вот, то, что здесь торчит, ну, единственное, что там, где у нас есть сопоставление с образцом true, ну, значит, список должен быть список булов. А пока здесь переменная X, так тут совершенно не важно, что за список. Вынимаем, мы не вынимаем, это уже некоторые детали. Ну, дальше, вы как бы говорите, что Хаскель на что-то смотрит. Хаскель там, как бы, ну, нет, он на что-то смотрит, на техническом транслирует вот это вот. Все, да, дальше проверяет, как, как бы, правильно ли типизирована вот эта штука. Если, например, если просто монада состоит из одного ретурна, то, ну, мы с ней прячься, что можно сделать, потому что, ну... Если монада состоит из одного ретурна, ну, да. Да, всякие вычисления do, это в рамках одной монады. Если мы хотим несколько эффектов сделать, это как раз вопрос в том, что сделать композицию эффектов. То есть это называется монадические трансформеры, они есть, и мы можем две монады склеить в одну. Ну, ну, вот, как бы, там, понимаете, довольно сложная сама по себе идея. Скажем, если у нас есть там обработка ошибок с одной стороны, а с другой стороны, ну, я не знаю, что, запись в лог. Вот, там возникают некоторые тонкие вопросы о том, как бы, что во что упаковывать, например, там, что внутри, что снаружи. Дальше там может быть неоднозначность эффектов. То есть вот монады настолько богаты, что эффекты друг за другу могут немножко зацепляться. И конкретный способ этого зацепления, он универсальным образом написан быть не может. То есть, условно говоря, каждую пару монад мы должны склеивать индивидуально. Ну, да, такая техника есть. Синтаксически это довольно просто. То есть мы можем сделать большую монаду, потрудившись немножко, и дальше в этой монаде делать вычисления, она там и ошибки обрабатывает, и, как бы, не знаю, с внешним миром общается через его, и в лог чего-то пишет. Ну, дойдем, поговорим. Ну, да, каждая монада, в общем, имеет один эффект. Другое дело, что мы можем склеить две монады, чтобы они сразу два эффекта имели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...